В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Министерская проверка. Темпы строительства в Кандалакши не вселяют оптимизма. К перевозчику есть претензии. Жители города недовольны транспортным обслуживанием. В зоне особого внимания Колвица инспекторы рыбнадзора и экологи провели совместный рейд. Жалобы горожан на неудовлетворительное состояние маршруток стали поводом для серьезного разговора. Сегодня глава районной администрации встретился с представителем фирмы «Гармония» и лично поинтересовался у него, когда горожане смогут с комфортом и, главное, вовремя добираться из одной части города в другую. В самом начале встречи Андрей Иванов зачитал несколько жалоб от горожан, поступивших в администрацию. Жители Кандалакши сетуют на то, что им приходится подолгу стоять на остановке в ожидании маршрутного такси, да и состояние самих «Газели» оставляет желать лучшего. В качестве подтверждения глава районной администрации представил фотографии. На снимках грязные салоны, незакрепленные сиденья, обтянутые тряпками. Руководитель фирмы «Гармония» с претензиями не согласен. Как заявил Андрей Гончарук, они постепенно обновляют автопарк. Ремонт транспорта производится регулярно. Сейчас на линии работают 12 маршруток. Этого количества микроавтобусов достаточно, чтобы соблюдать интервал. С 20 вечера до 22, 10 минут интервал движения между машинами. Выходной день с 6 утра до 8 утра интервал движения 15 минут. С 8 утра до 20 вечера 10 минут. И с 20 вечера до 22, 15 минут. Это по условиям договора. Доводы представителя компании-перевозчика глава районной администрации услышал, но не согласился с ними. Люди должны ездить в нормальных условиях, заявил Андрей Иванов. Он потребовал устранить все недочеты, привести маршрутки в порядок и соблюдать расписание. На все про все у компании-перевозчика ровно неделя. Недельный срок вам даем, для того, чтобы вы все газели привели в порядок. Вот такого, что там они непонятно чем обтянуты, не знаю, что это там, одеяло или что у вас там. Подкрашенные будут. Такого не должно. Сделайте нормальную перетяжку сидений. Недельный срок вполне достаточно, чтобы все газели привели в порядок. Через неделю тогда будем проверять. Если, Александр Александрович, будет так, все-таки будем тогда искать возможность расторгать с вами договор. Так нельзя. Сегодня в Кандалакше с рабочим визитом побывала заместитель министра строительства Мурманской области Светлана Буриченко. Она посетила строительные площадки города и проверила, какими темпами идут работы. Радоваться и удивляться пока особо нечему. Строительство социальных объектов в Кандалакше идет с огромным отставанием. Детский сад на защитников Заполярье по плану должен быть сдан в августе этого года. Совершенно очевидно, что этого не случится. Подрядчикам предстоит еще выполнить большой объем работ, подвести коммуникации, произвести внутреннюю отделку, благоустроить площадку. В связи с этим представитель Минстроя поручила строителям активизировать процесс. В противном случае контракт с ними может быть расторгнут. Такое же пожелание она высказала и на площадке, где возводится трехэтажный жилой дом. Светлана Буриченко выявила массу недочетов в работе подрядчика, устранить которые необходимо в кратчайшие сроки. Кстати, за ходом строительства можно наблюдать в режиме онлайн. На площадке установлена видеокамера, правда в объектив попадает только половина дома. Там, где строители уже заканчивают укладку кирпича на третьем этаже. Другая часть новостройки, не попавшая под прицел камеры, до сих пор на уровне первого этажа. Визит представителей регионального Минстроя в Кандалакшу не последний. Напомним, именно это ведомство организует стройки в нашем городе и осуществляет контроль за тем, как продвигаются работы. Далее коротко о других событиях. Кипятите воду! С таким призывом к Кандалакшанам обращаются специалисты водоканала. Накануне из-за аварии на ЛЭП была приостановлена работа насосной станции, расположенной в военном городке. По этой причине водоснабжение по четвертому водоводу, питающему железнодорожный район, и обеззараживание ресурса временно приостановили. После ликвидации аварии специалисты ресурсоснабжающей организации провели процедуру гиперхлорирования воды. Кандалакшский центр занятости организует информационный день для безработных пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. 1 августа жители нашего города могут обратиться в учреждение и получить исчерпывающую информацию о возможности трудоустройства и наличии рабочих мест. Также специалисты центра готовы рассказать пожилым кандалакшанам о том, как и где можно пройти профессиональную подготовку и как организовать свое дело. Федеральная пассажирская компания назначила дополнительный рейс по маршруту Мурманск-Симферополь. Состав уже сформирован и будет обслуживаться работниками вагонного участка Петрозаводск. Первый состав в сторону Крыма отправится из областного центра 31 июля. В лесах Мурманской области повышается уровень пожарной опасности. Причиной тому установившаяся теплая и сухая погода. Характер ее, по прогнозам синоптиков, останется неизменным еще как минимум неделю. А значит, есть вероятность возникновения пожаров. Граждан просят соблюдать правила поведения в лесу, соблюдать требования пожарной безопасности и не разводить костры. Любители экстрима пребывают в состоянии приятного ожидания. Уже завтра, 27 июля, в Кандалакше открываются соревнования по скоростному спуску с горы. Это событие ежегодно собирает на одной трассе сильнейших райдеров со всей Мурманской области и других регионов страны. Открытый чемпионат Кандалакше по скоростному спуску, который пройдет в рамках третьего этапа Кубка Нордшоп. Соревнования состоятся на сопке Березовый мыс. Это место экстремалы уже давно облюбовали. Трасса, говорят, интересная. Протяженностью 1200 метров с искусственными препятствиями, трамплинами и перепадами высоты почти 140 метров. А значит, острые ощущения обеспечены. По словам организаторов, для участия в состязании уже зарегистрировались более 40 райдеров из Мурманска Апатита в Кандалакше. Начало заездов в час дня. Семга, горбуша, кум, жахариус. Ловившись на берегу водоема, удильщики за полчаса-час вполне могут обеспечить себя и свою семью вкусным обедом или ужином. Тем не менее, не все знают, ловить рыбу здесь можно только удочкой. Семгу ловить нельзя. При вылове, случайной поимке данной рыбы, человек должен ее с наименьшими повреждениями выпустить в среду обитания, то есть в водоем. Взял ловить сетями, с очком, спиннингом и, соответственно, подводная охота тоже запрещена. Экипировка и оружие для подводного лова стоят недешево. Но любителей порыбачить таким вармарским способом это не останавливает. Только на этой неделе были зафиксированы два случая подводной охоты. Сегодня, совершенно случайно, сотрудники рыбнадзора задержали жителя поселка Зашиек. У молодого человека изъяли орудие лова. Кроме того, ему придется еще и заплатить штраф. Согласно нарушению правил рыболовства, есть статья в Кодексе об административном правонарушении 8.37, часть 2, которая лечет за собой санкции от 2 до 5 тысяч рублей. Буквально 2 месяца назад еще были штрафы от 1000 до 2, но в настоящий момент эти штрафы увеличились. Увеличились штрафы и в отношении нарушения правил среды обитания. На реках в поселке Колвица является охраняемой территорией и поэтому находится под особым наблюдением. Разведение здесь несанкционированных свала карается рублем. Штраф за оставленную бутылку или бумажку может достигать до 5 тысяч рублей. Только вот мусора на берегу водоема меньше не становится. Заботу о состоянии Колвицы взяли на себя активисты Экодозора. Ребята регулярно устраивают здесь акцию по наведению порядка. К сожалению, существует мнение, что если поставить баки или бочки, то мусора станет меньше и будет порядок. На самом деле это, к сожалению, большое заблуждение. Потому что установив бочку, мы провоцируем образование новой помойки. Вот буквально за три недели выросла огромная куча мусора там, где целый год было чисто после нашей акции на реке Колвица. А еще сегодня Экодозоровцы установили стенд на водопаде. На информационном табло схема Колвица – исторические и географические факты, которые будут интересны не только жителям села, но и приезжим туристам. Далее прогноз погоды. Его представляет Единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе и по району будет малооблачная погода. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 19 градусов. Днем сохранится малооблачная погода. Ветер южный, слабый. Температура воздуха плюс 22, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет расти. 27 июля солнечная активность низкая. Геомагнитное поле слабо возмущенное. В ночь на воскресенье будет преимущественно ясная погода. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 19 градусов. Днем будет малооблачная погода. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 28 июля солнечная активность низкая. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи в понедельник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова